Но будем надеяться, сегодня у нас удастся взять реванш. У команды, которая в долгое время удастся взять реванш. У команды, которая в долгое время завершала сезон на втором месте в таблице, мы в вашем случае до нынешнего сезона, тем более, что мы не добирались. Но сейчас мы лидеры, сейчас мы, наверное, должны играть с позиции силы. Но хорошо или плохо, что у нас с одной стороны уже есть опыт игры этой весной в официальных матчах. Мы вот обыграли казанку, долгопрудный после зимней спячки, простите, паузы. Сейчас только возвращается в игровой ритм. Но с другой стороны, прошло три дня всего. Субботу отдыхали наши ребята после матча на Сапсан-арене. Ну а в воскресенье и понедельник они уже, конечно же, готовились непосредственно к долгопрудному, где, забегая вперед, скажем, уже с первых минут сыграет Сергей Пучков. Субботу в 203 сантиметра. Его рост невероятных размеров. Молодой человек. Бывает, что в опорной зоне действует, бывает на позиции последнего защитника. Вперед, естественно, ходит на все подачи со стандартов. И сегодня мы это еще увидим. Вот он, этот гигант. Мы видим даже партнеры. Даже партнеры побаиваются оказываться с ним рядом. Поэтому он так вот идет, как будто бы сам по себе. Но наша команда в привычном составе появляется на поле с первых минут. И не хватает только Влада Паршикова, захворавшего. Вместо него сегодня на правом фланге сыграет Егор Кондаков. Ну, вполне предсказуемая, вполне объяснимая замена. Футбольный марш. Судейская бригада сегодня с севера нашего региона, так скажем. Артур Федоров представляет Петрозаводск. Помогают ему также его соседи. Ну, еще и судья из Санкт-Петербурга есть. Об этом чуть позже. Рядом со мной оказался Максим Саныч Батейкин, который ходил, тут гулял, проникался атмосферой. Ну, действительно, так давно здесь не встречались на официальных матчах, что даже немножечко подзабыли, да, как тут все это происходит. Вот не только Максим Саныч подошел, еще и Александр Филимонов, знаменитый вратарь, чемпион мира. Не будем об этом забывать. Ныне, ну, ныне один из футболистов и тренеров Долгопробного. Здравствуйте, друзья. Ну, мы сразу на полтончика пониже, да, начали. Мне кажется, именно поэтому Александр Филимонов сюда, в принципе, и заслан, чтобы мы не перегибали палку. Ну, честно говоря, теперь не знаю, как комментировать матч, Сергей Владимирович. Что делать? Громко и задорно, Максим Саныч. Да можно, да можно, да. Ну что, все готово к началу этого поединка. В синей форме Долгопрудный, в белой форме футбольный клуб. Чертаново, наш любимый. Ну что, друзья, начался этот матч. Давайте сразу состав футбольного клуба Чертаново. В воротах Иван Ломаев в обороне. Справа Егор Кондаков, третий номер. Слева Владимир Бортасевич, тринадцатый. В центре капитан команды Александр Солдатенков, шестой. И четвертый Дмитрий Рядькович, который сейчас сыграет головой. Сыграл в опорной зоне Юрий Горшков, номер двадцать три. Максим Витюгов, номер восемь. На флангах полузащиты. Справа Роман Ежов, одиннадцатый номер. Слева Антон Зиньковский, семнадцатый. И два нападающих у нас, как мы любим говорить, две ложные девятки. Да, одна из них, девятка настоящая, девятый номер Влад Царвели. Ну и рядом с ним Максим Глушенков, номер пятнадцатый. Пробуем мы завладеть мячом. В начале этого матча сразу отмечаем, что Гигант Кучков будет играть на позиции одного из двух центральных защитников Долгопрудного. Ну, я не думаю, что это очень плохо, да. Конечно, верхом тяжело будет забивать. А вот на скорости наши ребята вполне вот его выиграть. О, нет. Держи, да. Держи, да. С состав Долгопрудного с комментариями Максим Сарченко. Главное, комментарий на тот, что буквально перед матчем, фактически, да. Официально было объявлено о смене тренера Долгопрудного. Ну, официально. Официально, да, действительно. Было объявлено в прошлой неделе. Но на самом деле, как. Оказывается, эта самая смена произошла еще по ходу этого межсезонья. То есть, все было заранее продумано. Ну, смена, вроде бы, как некардинальная. Это очень важно. Потому что Андрей Мишинин, который работал, собственно говоря, с Долгопрудным, с момента перехода этого клуба как раз на профессиональные рельсы, то есть, с 2011 года, когда Долгопрудный, собственно говоря, и появился в ПФЛ, с этой командой работал только один наставник. Андрей Мишинин, самый известный в прошлом футболист, немало поколесивший по просторам Подмосковья. Но Мишинин никуда не девается. Мишинин становится спортивным директором клуба. И будет выполнять, в том числе, как мы понимаем, например, Скалтский, который, наверное, спортивный директор. Этим же тоже занимается. А задача перед Долгопрудным поставлена серьезный Витюгов. И его прорыв, и опасный глушингов накрывают его удар. Задача перед Долгопрудным поставлена простая и прямая. Омолодить состав. Потому что, ну, предостаточно здесь. Как и очень серьезных ветеранчиков. Да, вот один из них. 13 номером обращаем на него внимание. Молодежи совсем немного. Но сейчас, в частности, стартум поставлена Дмитрий Ревров вратарий Мурадсет, СССР И Долгопрудный бухтесты в атаке Александр Вектов и Артемий Укомски. Это молодые футболисты именно т.е. млад шут 21 годы. Все остальные, ребята по старше, есть за 30. Ну, так что, ну, то есть очень-очень. Теперь я буду директор, что-то с директором, который я буду делать, что-то с директором. Долгопрудный, который я могу делать, что-то с директором. Вот, видимо, будут искать улыбки с ноги с стороны. Бэль оанг, вот, вот. Зиньковский задумал неплохо и мяч проходит рядом со штангой. Назовем это так. Что так, новый тренер. Новый тренер, не фирма, но другая. Золотой помогает ему наш друг, работавший совсем недавно. Школьный строгино. В этом году, как он может быть, не правильно, что он может быть. Здесь будет, чтобы он был маленький, который был. я это все говорит об обновлении освежения но мы с этой командой встречались не один, а точнее четыре раза первый раз встречались еще в прошлом сезоне в матче Кубка России мы проиграли тогда на выезде 0-1 у нас было два того места в матче один мы проиграли 2-3, второй мы 3-0 ну и собственно говоря, в первом круге этого сезона команда сыграли в ничью 2-2 мы проиграли 4-4 часа мы проиграли 4 часа, вторая сезона встречались с чертанов и долгоплодними все четыре раз на выезде мы проиграли мы проиграли мы проиграли 4 часа, вторая сезона мы проиграли 5 часа мы проиграли 5 часа, вторая сезона Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok было именно у него свое время там с коленом с коленом да серьезнейшие проблемы я боюсь ошибиться как будто даже какая-то ткань да отмирал очень пропустил 6 лет причем вот в тот момент когда он делал эту сложнейшую операцию скандинавии тренер врач так и сказал ну ты будешь играть в футбол но может быть и много сколько ну это если все пойдет медленно могло быть и быстрее там годы за три но в итоге но естественно тяжело было вернуться на былой уровень а ведь сергей пучков играл за молодежную сборной украины и на одном из знаменитых матчей сдержал фернандо торрес и не только фернандо торрес там и другие были заметны испанские футболисты в той команде но вот пучков затем уже стал играть с долгопрудной дама играет уже на пятом и шестом сезона штрафной на газоне оказался Роман Ижов ну не стоит мне кажется торопиться отсюда ведь можно навесить нужно и пробить Антошу на это способен не только он не только он уже попробовал свою правую метил девятку не попал что сейчас да советуется с капитаном Александром Солдатенко который не будем скрывать на головой забил мяч в последнем контрольном матч в последнем контрольном матче сезона сезона ворота ризатор то да то есть что это не мяч сезона но правда после угла ворота так подачи Сильковского там конечно пучков и по-моему именно он играет на подборе Роман Ижов как ветер уходит на угловом флажко остановливает мяч он в поле но не долго находился там в итоге удар от ворот тяжелое начало матча да Максим Савченко тяжелая тяжелая но на самом деле все так и ожидалось все-таки долгопрудная команда крепчайшая крепчайшая достаточно плотная группа идет в середине таблицы назовем ее так есть лидер это чертанова на 6 очков отстает а нет на 6 очков отстает казанка но текстильчик отстает на 5 получается текстильчик вышел на второе место ну а потом следом за этой тройкой идет серьезная бригада там и велес там и муром там и кострома там и владимир там и естественно долгопрудные поэтому ребята здесь опытные крепкие но мы уже не единожды выделяли сергей пучкова но давай выделим например алексея тринитацкого тоже очень известного футболист который проиграл в том число и на достаточно высоком уровне он 7 голов в этом сезоне уже забил причем в первом круге именно тринитацкий отметился дублем ворота чертанова вела наш команд тогда со счетом 2-0 дмитрий цыпченко счет открыл влад сорвели уже в начале второго тайма сделал счет 2-0 но дубль тринитацкого все-таки перенес ничью команде на тот момент мещанинова на перехвате здесь работает опытнейший сергей пучков здесь кондаков у нас сегодня одно изменение в составе по сравнению с матчем с казанкой отсутствует сегодня влад пашков к сожалению нет его даже в заявке травму травму влад захворал захворал ну как раз болезнь такая известная влада что еще отметим вот сейчас на общем плане да тем более видно все две хозяйские трибуны явка неплохая сергей владимирович я думаю согласишься смотреть центральная трибуна так называемая фанатская забита до отказа та которая рядом практически тоже здесь есть и некоторые наши ребята из интерната чертанов здесь есть и молодые футболисты 2008 года рождения который сейчас принимает участие в турнире чертанова кап который как раз в эти дни проходит здесь же на арене чертанова собственно и сегодня как раз завершился групповой раунд матч 3 тура здесь в первой половине дня они как раз и проходят и там много ребят причем из далеких городов из омска до из нижнекамска например из тольятти многие здесь сейчас тоже присутствует на футболе высокого уровня говорил такой трудный начал нормальная нормальная начало потому что но все-таки долгопрудный серьезный коллектив здесь есть ребята очень хорошо играющий выглядящий на уровне 2 дивизиона а вот час может быть опасно это ерома ежов и скидка была на кого показалось мяч на сорвели шел но все-таки глушинков выскочил как чертик из табакерки хотя черты слова чертанова вообще ни разу никак не соединяются да известный факт известный факт угловой заработали не первый уже в этом матче хорошая подача и здесь дмитрий ребров молодой футболист 20 лет всего этому вратарю запасным вратарем кстати в долгопрудный является никто иной как кирилл волков это воспитанник легендарной футбольной школы угадайте какой чертанова так что есть свой чертановец и в долгопрудном кирилл волков но в этом сезоне основным является как раз именно ребров который подавляющее большинство матчей провел ну и кстати наш сосед александр филимонов один матч был у него но нас не слышит ужасный матч провел филимонов играли с колонной ну вы понимаете колонна 33 3 от колонны да и сергей пучков кстати говоря это это команд который мы забили 14 я напомню сергей пучков кстати два мяча в этом сезоне забил и тоже оба ворота колонны не в том матче 1 и еще в другом в ответном иван ломаев вводит мяч в игру от наших ворот бьет в скоплении игроков направлении ежова ежов ну там эктов до мяча не добрался и в итоге аут пользу долгопрудного речкович глушенков опускается непривычно низко и тут его атаковали надо было возрастоваться мячом солдатенко в длинный перевод налево скидка бортосевича но по моему от головы нет судьи отдают мяч нашей команде сам володя будет выбрасывать аут сорвели ему помогает возвращает мяч бортосевичу зиньковский горшков и еще правее наверное контакова да так все и развивается в этом владении мячом ежов возвращается назад рома ворота в другой стороне молодец горшков солдатенков на спокойствие наш капитан а мы помним первый сезон уху да тут такое спокойствие папа 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 саша естественно здесь естественно здесь при нем конечно не забивает но зато команду выигрывает как говорится а чего бы хотели вы мы скорее 2 максим санч твои огни не я в целом с тобой согласен практически никогда но щас да щас да снова ничем результативным не завершается атака чертанова постепенно футболисты белой форме прибирают мяч к своим ногам все-таки долгопрудный иван ломаева пока не тревожил новый нападающего этой команды потому что первом круге играл против нас александр юрьев известный нам футболист воспитанник московского спотака 96 года рождения игравший за нашу игравший против нашей команды и забивавший даже чертановцам в составе витязя подольского который к сожалению свое существование на профессиональном уровне прекратил только в лфл в лфк точнее выступает на код в юрьево сегодня нет даже заявки зато есть еще один молодой футболист артемий укомский 32 номер такой достаточно габаритный форвард именно он на острие сегодня действует у долгопрудного ну под нападающим получается тринитацкий слева эктов справа рогов вот такой вот атакующий состав у долгопрудного ридкович здесь ридкович мы хвалим за то что человек не делает ничего лишнего а самое главное сделает все правильно так антоша выдвинулся не так удачно как наверно самому хотелось бы обработал мяч но самое главное он сохранен ну а что здесь предлагает подниматься артур федоров для тех кто подписан на различные наши социальные сети и читает наши превью а такие люди есть или например те кто присутствует на матче получил программку могли узнать интересный факт что артур федоров это тот человек арбитр из петрозаводска тот человек который своим свистком зафиксировал что первую победу в истории футбольного клуба чертанова мы например часто илью молтынинова да называем автором первого в истории гола а вот сейчас у нас на поле судья который первую из в истории победу это был это был матч в августе четырнадцатого года представьте себе играл футбольный клуб чертанова с кем с металлургом из выксы тоже такой клуб к сожалению прекративший свое существование именно пфл много потерь во втором дивизионе такое бывает желтая карточка тем временем выписывает артур федоров он судил например еще один интересный матч с участием чертанова когда мы играли с арсеналом 2 на янтаре и тот матч закончился с отсчетом 4 4 то есть случается у нас с федором порой серьезные запоминающиеся результаты в этом сезоне кстати тоже успел поработать на матч нашей команды когда мы играли здесь дома со спартаком из костромы ну тут ничего экстраординарного не произошло ноль-ноль как это поэтому одна из трех потерь очков в этом сезоне 16 матч 13 побед и две ничьи одну прыгну как бы экстраординарно на ну для нынешнего чертанова витюгов поборолся скидка в центр что здесь будет пока ничего опасного мяч возвращается на поле долгопрудного пас вперед речкович речкович действует надежно все правильно максим саныч апологет правильного футбола в касание в аут я согласен я полностью согласен просто ну вот как в нашей даст тобой паре кому-то дано больше кому-то меньше ну вот так и там ну хорошем смысле этого слова вот а вот и бортасевич володя дмитрий редькович это вот ну это реально человек на котором дир это каркас фундамент ух максим санч поплыл но ничего бывает бывает поплыл снег в москве поплыл и максим саныч вместе с ним чек зимний чек любящий темноту а как известно да смотрим футбол да но дмитрий редькович это еще расскажем да это вот его пара с александр условия не сомневался максим когда голосовал за лучшего игрока в предыдущем матче вот кому отдать свой голос думал да прям ну а как ну 2 2 0 да понятно зам забили зинку понятно сорвели через себя но ведь основа игры это оба ни одного шанса ни одного шанса второе место не одна ни одного голевого момента заброс вперед и доходит мяч до ежова на подборе кто зиньковский нет витюгов достаточно очень жестко встречает футболист долгопрудного наших футболистов было уже несколько столкновений уже оказывали помощь некоторым нашим футболистам прямо видно встречают в спину цели направлено это нормально это мужской футбол мы к нему долго привыкали многие уже этого не помнят некоторые не знают у нас много новых болельщиков появилось но допоминаю что когда-то например сезоне 14 15 наша команда там в районе 25 или 30 матчей не могла просто победу одержать да бывали и такие времена и был как раз именно тот футбол а вот антон зиньковский он прорывается и встречает пучков антон уже штрафной убирайте под левую и но нет пучков выдавливает антошу из чужой штрафной там уже второй присоединился приходится давать назад на бортасевича володя обратно антону а сейчас попробовать снова вдвоем встречают целенаправленно опять же таки просочился но двоих прошел третий на подхвате разбирали разбирали естественно игру чертанова понимали что зиньковский автор 13 голов уже в этом сезоне поэтому встречают его вдвоем на фланге но этим тоже можно пользоваться выбрасывается на антошу двое значит есть пространство в углу шинкова есть и возможность усорвели вот сейчас влад неплохо задумал вне игры да флажок поднял помощник артура федорова ноль ноль пока какая минута середина тайма будем называть так середину тайма мой коллег сергей владимирович дерябкин затронул тему важности важности наших защитников да и мы голосование правом поесть каждого матча выигрывает всегда зиньковский но это известный факт потому что всегда выделяют нападающих до тех кто забивает те кто отдает но давайте не будем не будем забывать и мы призываем к этому наша команда на минуточку самая мало пропускающая в пфл более того последний гол мы пропустили по моему чуть ли не от мурома да потом был матч стенам санкт-петербург еще а если брать вообще это межсезонье от смоленска да ну у нас всего 10 пропущенных голов 16 матч 10 16 матча ну опять же напоминаю что были времена и они были относительно недавно 14 15 16 год когда мы по 60 пропускали за сезон по 60 это о чем говорит о росте прогрессе наших защитников давайте не обделять их вниманием кто-то тогда когда-то сказал по 60 кто-то встрепенулся но тут ой скидка да это было пас пучков естественно пришел на штрафную но головой пробить ему не дали а ногой у сергея получилось не так опасно ломаев далеко на ежова поменяли сейчас флангами но ситуативно по-моему все-таки ежов и зиньковский не тоже пока что была игра рукой да вот сейчас девятый номер и кто это рогов естественно известно да эктов вот он играет ногой играет хорошо эктов вы переводить на право нет пока не будет играет в центр перехват опасно и роман ежов с мячом катит на право там зиньковский антон глушенков офсайда нет бьет ну ну затолкай очередь себя не получил но не в каждом но не в каждом но во втором подряд с другой стороны но можно было сложно было ну максу ну чё сложно было максу макс бил справа пока два удара глушенкова кстати он был активен в плане ударов именно в первом тайме против казанки ну вот и и сейчас вот два два удара справа мы видели нельзя сказать что уверенно да так играл ребров мяч не зафиксировал отбил можно сказать перед собой так что я бы посоветовал да посоветовал нашим ребятам бетиздель вот как бьют сейчас долгопрудницы ломаев мяч забирает солдатенков бартасевич и ежов ежов остается на левом фланге ушел мяч за пределы поля очень опасный момент я раскрылся эктов ой-ой-ой под правый мяу а мимо 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 а я тоже думал гол но это был удар мимо эктов запомнить эту фамилию 33 номер очень хороший удар в нашей программке автор программки забыл номера долгопрудного указать ну бывает такое ну да если еще раз касаться наших красочных программок мы там написали одну фразу и хотим мало ли будет будет идти просмотр не то чтобы мы имели в виду только самое лучшее я сейчас говорю об александр анатольевич и горы прекрасно выглядящий это инспектор матча прекрасно выглядит белозубая улыбка встроенный подтянутый мы написали о том что он вышел на пенсию но мы естественно виду имели футбольную пенсию потому что великолепная великолепно судейская карьера этого арбитра из саранска всем известного он как раз по окончанию прошлого сезона свою футбольную карьеру судей завершил и мы написали о том что вышел на пенсию но забыли добавить слово футбольную естественно теперь он собственно в роли инспектора наставника куратора для молодых судей выступает в роли инспектора и вот сегодня александр егоров как раз на нашем матче работает продолжается матч уже практически полчаса позади очень опасный был удар ректова и нам действительно показалось что мяч летит ворота и мяч там в сетку за воротами всколыхнул тем более буквально за минуту до этого был момент ну за пару минут у глушинкова очень опасный пожалуй самый опасный момент в этом матче макс наверное мог чуть посильнее поточнее пробить вышло так как и влад сорвели почувствовал до вкус к сорвели клете чуть сорвели клету во втором матче не исполнил там вот где 2 запасного и не 2 2 ассистент судья который на дальней бровке бегает рядом с ним белый мешок и мне все время все время кажется что это кто-то из футболистов чертанова лежит так сказать но нет это просто мешок снова с мячом футболистами витягов зиньковский зиньковский меняет свою диспозицию на поле и вот он запутал запутал и идет он уже в штрафную и там уже антон в подкате пучков скидка назад от ежова на глушинкова ищет ищет место себе антон он слева с позиции левого инсайда сейчас неведомым абсолютно образом оказался на позиции центрального защитника в итоге двоих прошел но пучков это пучков да как говорят долгопрудном это пучков запучковал час антона ну и вот поддержка пошла поддержка серьезнейшая нас бригада растет да да отметим что наши ну активные фанаты дадут взрослые скажем так мужчины они у им очень понравилось как на казанке к ним присоединились на матч с казанкой присоединились воспитание нашей футбольной школы они прям в соц сетях прям вот написали друзья давайте к нам на сектор мы вместе болеть кричать петь переживать поддерживать в общем команду и суть по всему вот этот симбиоз опыта и молодости болельщицкой он вновь про а вот здесь да здесь к сожалению неприятный момент влад сорвели де держится за заднюю перс бедра и судья правда спросил влада говорит да влад как ты вот это я нормально и стал ну вот камень да он из города большой камень близ находки близ сходил нашел естественно скаут до один из главных скаут но не будем раскрывать фамилию этого молодчика ну николай зовут скаута давайте тогда а вот дальше причем это интересная история надо же сказать скаут николай нашел влада сорвели в команде которая была из находки возможно даже океана или может быть другая какая-то когда эта команда заняла последнее место последнее место и это говорит да предвидение взять игрока увидеть в команде которая заняла последнее место ну да у тебя немножко такая офутболенная версия этой истории насколько я слышал он нашел ее действительно в команде из находки причем в тот момент когда футбол не играл но он сразу указал на этого парня и сказал он будет звездой но пока что многое забывается итак матч у нас идет продолжается какая минута ну первый тайм прессингует здесь реброва кто естественно порывистый как ветер роман ежов здесь жестко ставит ногу прошины мяч отбирает ну вот в жесткости пока абсолютно выигрывает долгопрудница у чертановцев играют очень жестко но в рамках правил в этом смысле молодцы это рогов один из лучших бомбардиров вообще в истории этого клуба и какой опасный удар от рогова похож на удар эктова но это бил в левую девятку рогов вправо и рогов забивал ворот чертанова он автор как раз первого голова в истории противостояния наших клубов когда в прошлом сезоне мы играли в кубке проиграли 0 1 ну мы тогда были кем 14 команды зоны запада долгопрудный был сериал импризером точнее мы были 14 команды зоны центр долгопрудный был сериал импризером зоны запад и вот так как раз тогда мы проверяли 0 1 абсолютно справедливо заслуженно и сейчас уже диспозиция поменялась сегодня у нас были в гостях журналистки журналистки 2 2 2 журналистки не будем говорить какое-то скажи ну издание не представлена очень хорошая ну дело в том что журналистки плюс еще как как ко всему они привыкли писать не о футболе вообще не о спорте поэтому вот ну когда мы им объясняли структуру футбольной школы чертанова есть первое отделение 2 и женская команда есть есть да так вот объясняли мы структуру есть 1 2 есть женское отделение есть директор школы есть начальник команды очень тяжело объяснить журналисткам что вот директор школы он главнее начальника команда ну как бы да тимур хасанов ну вот но это я к тому что если ты им сказал фразу про то что мы 14 в зоне центра они вторые в зоне вот мне бы посмотреть на реакцию интересно подачи с углового зиньковский ее выполнял но на ребров мяч забрал мы помним да вот этот отрезок когда на два мяча подряд ребровым забивал кто антон зиньковский да или меня так кажется сейчас реброву когда мы галили с спартаковым в тарасовке легендарный матч то максим саныч правда на нем не был реброву забил антон зиньковский это точно когда мы выиграли первый тайм у основы артему следующий матч уже дмитрию реброву за зиньковский тоже забил да или но может быть и нет а может а может быть и забил а это было не 2-2 это тварняк был цыпченко сорвели цыпченко с нескольких сантиметров буквально вонзил мяч в сетку а это максим глушенков не сумел мяч обработать соответственно обвести соперника атака левым флангом вы выбрасывать алина наш фотограф алина этот мяч приняла сохраняя сахар в целости свой объектив жутко дорогущий жутко дорогущий долгопрудный с мячом ну потому как долго сейчас решали игроки что с ним делать мы понимаем почему вообще название такое гордо долгопрудный ну потому что ну потому что если бы они быстрее было бы быстро прудный ну поймаешь да даже андрей владимирович казалось бы все футболе повидавший все знающий то не понимает андрей перебойкин да мы вообще не представляли маэстро режиссерского цеха человек принципиальный но вот это это не понял что там происходит владимир бортасевич ох как здорово ушел освободился слева есть влад сорвели забегает туда подальше зиньковский но придется играть через центр даже через защитников это солдатенков и его перевод на антона просил антон по себе на ход да не ну на то чтобы касание ты в штрафной вот это вот приходит тут приходилось мяч обрабатывать ну что уже так потихонечку начинается концовка первого тайма 0 0 0 0 0 0 максим вот как бы пора да можно сказать 0 0 а можно сказать 0 0 понимаешь я бы сказал 0 0 0 0 нормальная обычная бодрая хорошая игра для долгопрудного это первый матч после зимнего перерыва для чертановцев уже второй но как раз это самая победа над казанкой она хороша она хороша прежде всего тем что наш отрыв вырос до 6 очков но необходимо помнить о том что контаков хорошо подает и на набивание пяткой кто где мяч удар от ворот будет ай какая хорошая передача камбаровская такая шучу шучу конечно не камбаровск контаковская контаковская подача и просто не подстроился под мяч будет а можно было бы головой пробить очень хорошо упустили в этом моменте ну вратарь спас хорошо вратарь ребров спас сейчас долгопрудный и на добивание пяткой пытался сорвели добить не получилось так вот я продолжу все таки это самая победа над казанкой она чем опасно чем опасно тем что как игорь витальч осенькин на пресс-конференции говорил ну практически полгода мы готовились к одному матчу думали именно о нем выплеснули невероятное количество прежде всего эмоций на этом матче о том что не хватит сил естественно говорить никому не стоит ну как у долгопрудного первый матч чертанова второй да говорите какой-то нехватки сил это неправильно абсолютно поэтому у нас прежде всего этот матч опасен тем что много эмоций чуть-чуть выхлочены безусловно ребята поэтому эта победа над казанкой может как добавить до настроение эмоций сил так и в принципе наши ребята могут быть немножко я бы не назвал слово расслабленными абсолютно нет это не неправильное определение чуть позже придумай определение в общем эмоций победа над казанкой отняла много и для нас важно и интересно посмотреть что теперь как эта самая победа эмоциональная скажется именно в этом матче игра высоко поднятой клюшкой здесь была от у комского и у комский получает еще одну желтую карточку не первую по моему 3 уже в этом матче ну у комский первую у комский нету получил прошин точно да по моему было еще пучков получил желтую карточку на минуточку серьезно но андрей владимирович первой кин подсказывает что еще и пучков получил где я был в этот момент ну ты бы отходил отходил как всегда а это было было подобное вот сейчас у комский сыграл высоко поднятой ногой досталась редькович ну редькович железный железный человек встал дальше пошел отряхнулся и продолжает горшков и мяча естественно не будет здесь никакой подачи будут разыгрывать сейчас наши ребята мяч и горшков на своего традиционного партнера по центру полузащиты витюго витков налево бортасевич здесь разыгрывает они с антоном зиньковским и там идет возня на фланге которая в итоге заканчивается тем что уходит мяч в аут причем от ноги чертановцы аут будут сбрасывать наши подмосковные коллеги из города долгопрудный сергей владимирович что ты еще знаешь про долгопрудный там находится физтех да это институт с которым я я учился в мгу тоже такой престижный вуз и мы очень дружили с ребятами с физтехой я один раз жизни участвовал в баскетбольном турнире даже был не баскетбольный а стритбольный и вот со мной был мой друг стас шуликовский сожалению его жене с нами а вот с нами третьим был как раз парень из физтех а еще если брать футбол то вот именно физтехе проводится знаменитый матч века днем чуть позже пока смотрим как антон зиньковский максим глушенков решает между собой кому выбирать кому исполнять трава это розыгрыш любопытно зиньковский удар и у это был отец сорвели по моему да переправлял мяч в сторону ворот там ритькович в казалось может подправить но далековато от мяча в итоге дима оказался а вот в пользу чертанова так вот именно ну давайте еще раз посмотрим это глушь это глушь обыграл одного штрафной нормально быстро именно долго а удалять да если это желтое это удаление поэтому наши ребята так оживились нет но я поэтому наши ребята так же но они должны немножко сказать артур федоров уважаемые но не желтое ли это подножка срыв атаки там глушенков на пятачке как умеет слева и но не тоже за обыграл хорошо так вот долгопрудно проводится знаменитый матч века каждый год среди студентов мфт и фистеха набираются две команды там порядка 100 человек в каждой и матч длится ровно сутки я один раз в нем участвовал по футболу на коробке 5 на 5 одновременно но плюс вратарь ну что замену большое количество замен там да это понятно ну и потом уже третий тайм а и так максим глушенков у мяча слева и вот тут оживились селекционеры сан-диего чарджерс им как раз нужен человек бьющий панты ну вот ну это мы так шутим это мы так шутим ну а может быть кайзерс канзас сити чивз но это уже конечно глушенкова выбирать я бы на его месте конечно поехал бы филадельфию город братской любви филадельфии иглз тем более выиграли супер бол в этом сезоне а я был в нью-ингланд там все-таки великий том брэйди великий том брэйди в общем сергей вспомнил вспомнил и американский футбол вспомнил многое о долгопрудной но не вспомнил самое главное группу дюна добрый вечер виктор рыбин да это точно он же из долгопрудной а мне казалось группа дюна из любер а из люберец любэ у меня просто ну в детстве была кассета на одной стороне дюна на другой любэ у меня все перепуталось а пока штрафной пас конечно в направлении хорошо что офсайд ну там вроде как и мяч это все-таки не оказалось хотя казалось должен был да уже но был офсайд к основному времени первого тайма добавлено две минуты говорит ирина александра кто великородная ее сын сегодня на замене в этом матче дим великородный один из лучших полузащитников молодых россия это зиньковский пасует на романа ежова пас пяткой бортасевич похоже а это сорвели похоже владик не ожидал да все-таки именно пасы пяткой обманул всех выбрасывает а вот володя сорвели здорово разворачивается входит штрафной влад мяч по уда ой-ой-ой опасно был в конце первого тайма мы так серьезно поднадавили я бы сказал да на соперник момент отличные отличные моменты не хватает чего не хватает как часто говорят эксперты ну комментаторы известных телеканалов не хватает удара или не хватает последней передачи вот что-то в этом роде не хватает концовки горшков против соперника тринитацкий это был ой-ой-ой рогов рогов мяч под правый отличный подкат витягова еще и мяч от рогова уходит за пределы поля и вань ломаев начинается рискован честно говоря вот явно до торопился ваня глушенков соперника руками подтолкнул приостановил я бы так сказал а вот здесь тринитацкий уй-ой-ой а это иван ломаев житель кемерово далее без комментариев ваня мяч выбивает туда вперед но здесь сорвели помнится в одном из предыдущих матчей как раз в том матче кубка россии сорвели просто попал тогда под пучкова и попал настолько что пришлось меняться меняться в ладу я думаю пучкова под пучкова как раз в верховом и ненаборстве просто нахлобучил извиняюсь это слово сергей пучков но без каких-либо там последствий для здоровья александр ректов в удовольствие 6 года рождения рвется здесь горшков очень грамотно уверенно и свисток артура федорова который фиксирует ничью 0-0 после первого тайма по моментам преимущество у чертанова есть вспоминаемый удар глушенкова при выходе практически один на один и пару моментов опаснейших у влада сорвели но вспоминаем и удары например эктова и рогова которые буквально на сантиметр разменулись с девяткой в общем по моментам где-то ну 4-2 да в пользу чертанова но по голам пока 0-0 давайте все отдохнем и подумаем что делать дальше возвращаемся минут через 14 наш учредитель департамент спорта и туризма города москвы департамент предоставляет государственные услуги в области физической культуры спорта туризма и гостиничного хозяйства он отвечает за развитие массовой физической культуры и спорта выше достижений организацию и проведения физкультурных и спортивных мероприятий развитие туристической индустрии развитие и координацию международных и межрегиональных связей в этих сферах вместе к новым победам внимание рекламодатели футбольный клуб и одна из ведущих российских футбольных академий чертанова предлагает вам разместить свою рекламу в наших соцсетях во время прямых трансляций матчей наших команд и в новостных выпусках на канале чертанова т.в. вместе мы станем еще сильнее компания диаспорт занимается поставкой и монтажом искусственной травы с комплектующими материалами подготовкой основания укладкой профессиональных покрытий для легкоатлетических дорожек и спортивных площадок основная концепция компании создание качественных покрытий с максимальным сроком эксплуатации при минимальном бюджете заказчика мы можем предложить выгодные цены так как напрямую сотрудничаю с производителями высококачественной травы и сами импортируем все виды покрытий и необходимые для укладки материалы имеем собственный парк техники и специализированного оборудования а также профессиональные бригады по укладке покрытий компания диаспорт является эксклюзивным дилером французского производителя искусственной травы еврофил одного из лидеров производства высококачественной травы мирового уровня специалисты нашей компании имеют большой опыт в монтаже и укладке всех видов покрытий футбольных полей покрытий для легкой атлетики и спортивных площадок компания диаспорт помогает развитию детско-юношеского футбола наш партнер футбольная академия чертанова диаспорт это футбольные поля под ключ звоните и назвав кодовое слово чертанова вы получите хорошую скидку но у нас коллектив и тренер у нас хороший я думаю что самое главное что мы одна команда и все друг за другом наша основная идея такая она человеческая мы должны ценить каждого ребенка над нами нету бренда очень сильного клуба поэтому вот эти человеческие отношения качественная подготовка вот на любом этапе развития футболистов для нас становится ну главный самый приоритет уже на следующий по прилету день 8 февраля футбольный клуб чертанов впервые в своей истории встретился с соперником из европы юноши из чертанова померились силами в контрольном матче с молодыми парнями из швейцарии young boys you 19 матч прошел при полном преимуществе нашей команды забив в каждом тайме по два гола чертановцы одолели швейцарцев 40 у нас отличились данил прудсов семен радости максим гушенков и дмитрий цыпченко что ж великолепное начало кипрского сбора кстати видимо прознав а наши сухой победе над young boys уже на следующий день наш отель посетила творческая бригада канала фнл тв и сняла очень красивый и веселый сюжет смотрим и и а и и и и и и и Солдакенков Александр. Центральный защитник. Зинкафский Антон. Трайний пол. Руссов Данилов. Центральный пол защитник. Надо чуть-чуть подмять. Подмять его. Юрий Горшков. Центральный пол защитник. Многоziehen. Как место доставки? Нуу. Дай, дай, дай. Ладно, я схожу. Где-то вот что-то уже близко, прям. Валерий Васильевич. На брус сейчас выстрелит, а? Ёжик, позицию занял? Васильевич. Не, ну, близко, близко, очень. Сейчас я поставлю, я поставлю победу. Так вы представьтесь, это точно будет. Начальник команды. Да. Так, документарий, я вас попрошу удалиться. Солдат, ты спасили, что мало. Ёжик. Это было бы сейчас вообще. Ладно, вот он пойдет. О, screenshot. Когда ребята были уже у цели, оказалось, что состязание поставило на уше весь отель. Победителя выявить не успели. Все отправились искать мяч. Надеюсь, Чертанову не пришлось выбирать новую гостиницу. Наш учредитель – Департамент спорта и туризма города Москвы. Департамент предоставляет государственные услуги в области физической культуры, спорта, туризма и гостиничного хозяйства. Он отвечает за развитие массовой физической культуры и спорта в высших достижениях, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристической индустрии, развитие и координацию международных и межрегиональных связей в этих сферах. Вместе к новым победам! Компания «Диаспорт» занимается поставкой и монтажом искусственной травы с комплектующими материалами, подготовкой основания, укладкой профессиональных покрытий для легкоатлетических дорожек и спортивных площадок. Основная концепция компании – создание качественных покрытий с максимальным сроком эксплуатации при минимальном бюджете заказчика. Мы можем предложить выгодные цены, так как напрямую сотрудничаем с производителями высококачественной травы и сами импортируем все виды покрытий и необходимые для укладки материалы. Имеем собственный парк техники и специализированное оборудование, а также профессиональные бригады по укладке покрытий. Компания «Диаспорт» является эксклюзивным дилером французского производителя искусственной травы «Еврофилд» – одного из лидеров производства высококачественной травы мирового уровня. Специалисты нашей компании имеют большой опыт в монтаже и укладке всех видов покрытий футбольных полей, покрытий для легкой атлетики и спортивных площадок. Компания «Диаспорт» помогает в развитии детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия Чертанова. «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и, назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 К сожалению, нам в очередной раз приходится об этом говорить, о том, что очень многие интересуются футболом, потому что ставят ставки. Не потому, что кто-то играет хорошо, красиво, приятно, да, демонстрирует хорошую, интересную игру. Люди болеют не за команды, а люди болеют за P1, X2, а мы не знаем, что это такое. ИТБ больше одного. Что это все, да? Кому что интересно, да? Ну и так, состав Долгопрудного для неравнодушных. Дмитрий Ребров, молодой 20-летний вратарь на воротах, номер 30 у него. Далее линия обороны. Здесь два мощных центральных защитников. Сергей Пучков, 13-й, Андрей Прошин, 77-й. По флангам Александр Сирасхов, 14-й и Василий Пинчук, 21-й. Два футболиста в центре поля, которые будут противодействовать нашим Витюгову и Горшкову. Это Дмитрий Пахомов и Илья Миронов. У Пахомова 22-й номер, у Миронова 27-й. Вот нападающим Алексей Тринитадский, номер 10. Справа Алексей Рогов, номер 9. Слева Александр Эктов, номер 33. Ну и единственный нападающий, большой, моторный, габаритный. Это Артемий Укомский, номер 32. Кондаков, неплохая передача в сторону Ежова. И здесь зафиксировал арбитр Артур Федоров. Его зовут арбитр из Петрозаводска. К нам приехал. Помогают ему сегодня Дмитрий Семенов, также из Петрозаводска. И Кирилл Большаков, он из Санкт-Петербурга. Ну и инспектор матча, знаменитший, легендарный, стройный, белозубый Александр Анатольевич Егоров из Саранска. 0-0 после первого тайма. Моменты были как у Чертанова, так и у Долгопрудного. Но если Чертановцы такие моменты создавали благодаря комбинациям, Максим Глушенков выходил практически 1 на 1. Влад Сорвели дважды очень опасно бил. Антон Зиньковский создавал напряженность постоянно на своем фланге. То Долгопрудный создавал свои моменты благодаря дальним ударам. В частности, мы вспоминаем удар Эктова и удар Рогова, которые прямо рядом с девяточками прошли. Очень тревожно было болельщикам Чертанова. А таковые есть. Таковых много. Сегодня присутствует больше 300 болельщиков, которые приятно провели перерыв. Сходили в местное уютное кафе. Там очень вкусный кофе, очень вкусные сосиски в тесте. Да, очень вкусные беляши, произведенные поварами нашего Чертановского интерната. А это значит от души, от души приготовленными. Ну и точка атрибутики. Нас очень часто спрашивают, мы в частности в Твиттере сейчас его выкладывали. Часто спрашивают, где взять, например, шарфы, значки, вымпелы. Пока, пока ситуация такова, что на наших конкретно домашних матчах большая, серьезная точка атрибутики работает. Что касается формы футбола, кто мы думаем в этом направлении. Но пока ничего не придумали. Рогов! Есть возможность для удара один на один. Практически уже Алексей выскакивает. Но здесь работает кто? Капитанище Александр Солджатенков. Угловой зарабатывает долгопродница и отправляется его подавать один из крайних защитников. Между прочим, это Александр Сирасхов. Правый защитник отправляется подавать этот угловой. Ну и все, внимание сейчас Андрей Владимирович покрупней. 13 номер. 13 номер сейчас в центре. Внимание будет находиться. Подача идет как раз в сторону Пучкова. И зацепился за мяч Сергей Пучков. Трехметровый футболист. Ну и мяч прямо в руки Ивану Ломаеву здесь прискакивает. Прискакивает Ломаев далеко на Антошу. Антоша цепляется за мяч. И тут на нем фалят. Артур Федоров, Петра Заводчанин, дает свисток. Быстро старается чертанусый мяч доставить на точку нарушения правил. Что здесь Федоров? Проблемы со здоровьем Пучкова? Неужели ему бывает больно, Сергей Владимирович? Железный человек практически в Мстителях готов сниматься уже. Это так, но не будем иронизировать. Ну действительно, проблемы с коленом. У больших ребят действительно часто бывают проблемы с суставами. Тем более, зная историю Сергея, ну это действительно такая история, читая которую слезы сами наворачиваются на глаза. Даже если ты болеешь за чертанова, а не за долгопрудный. У меня есть ремарка. Сергей, ты такой добрый комментатор, ты такой справедливый, такой добродушный. Тебя бы точно никогда не взяли комментировать матчи Казанки. Ну а как? Ну второй мой коллегу уволен за сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Максим Станин. До свидания. Извиняюсь за вот этот пассаж Максима Саныча. Действительно извиняюсь перед коллегом с Казанки, перед всеми, кто нас слышит. Зачем все это, никто не понимает. Счет 0-0 в матче Чертанова и Долгопрудного. Это матч 16-го тура, перенесенный с осени прошлого года. Именно сегодня, еще раз повторимся, турнирная таблица приобретет, наконец-то, абсолютно равные очертания для всех. У всех станет по 17 матчей. Ну и не обращая внимания на то, что тур 16-й, потому что тур 17-й мы сыграли накануне. Ну как, на Медне, в пятницу. С Казанкой был как раз матч 17-го тура. Сейчас 16-й и уже очень скоро 18-й. Между прочим, сегодня вторник, уже в следующее воскресенье. Чертанова также играет здесь, дома, со столичным новообразованием под названием «Велес». Быстро забирает мяч Ломаев, быстро вводит его в игру, попытался прокинуть мяч. Вперед Влад Сарвель, не получилось. Это Кондаков, неплохая передача на Глушенкова и очередной офсайт. Очень неплохо пока используют этот элемент футбольный ребята из Долгопрудного. Постоянные офсайды. Сколько было уже? 17, подсказывает нам. 17 офсайдов. Дмитрий Ревров, молодой вратарь, вводит мяч туда, далеко, вперед. Там только Бортасевич. И еще раз Бортасевич. А это уже Зиньковский. И он теперь рядом с болельщиками будет действовать. Они его будут гнать вперед. И неплохая передача от Антона на Влад Сарвель. Чуть-чуть Влад не добирается, но мяч уходит куда? На угловые. Сергей Деряткин обожает комментировать угловые, но не в этот раз. Антон отправляется его подавать. Центральные защитники Чертанова идут вперед. И Солодатенков, и Бортасевич, и Редькович. Четвертый, шестой, тринадцатый. Самый высокий наш футболист. Хорошая подача от Антона. Подставлял мяч Горшков. И здесь надо страховать. Два в два. Кондаков, без ошибок, главное Егору. Скидывает мяч Ежову. Снова оказался вне игры. Сарвели, но специально делал вид, что он не борется. Поэтому никаких свистков. Абсолютно правильно Артур Федоров из Петрозаводска не давал. Ребров вводит мяч в игру. Не так много прошло еще во втором тайме, но мы уже начинаем прикидывать, задумываться о счете. Команда лидер турнирной таблицы, напоминаю, сегодня играет. Шесть очков преимущества над Казанкой. Пять очков преимущества над командой текстильщик Иванова. Который накануне выиграл у Смоленского ЦРФСО. Денис Бояринцев, поздравляем с этой победой. Ну а как? Еще одна желтая карточка. И кому? Снова футболисту из Долгопрудного. Четвертая уже желтая карточка. И получает ее опытный Алексей Тринитадский. Тринитадский, автор дубля в матче первого круга. Именно он тогда Долгопрудный спас. Ну и у нас очень серьезная замена. Сергей, прокомментируйте. Пруцев вместо Ежова. Пруцев вместо Ежова. Ну, тут необходимо обратить внимание на тот факт, что Данил Пруцев 2000 года рождения. 2000 года рождения. Андрею Владимировичу Первойкину нашему оператору в 2000 исполнилось уже 57, да? А он еще бодр и свеж. А Данил Пруцев уже вырос в футболиста профессиональной команды. Данил Пруцев единственный из наших молодых футболистов 2000 года рождения, который забивал уже в ПФЛ. Забивал также Дмитрий Молчанов, но в кубке. А Данил забивал именно в чемпионате. Правда, в противоположные ворота. Насколько мы помним, в поединке с командой легендарнейшей, самой старой в нашей стране Знамя Труда из Орехово-Зуева. С которой нам, кстати, тоже предстоит встретиться. Ждем, ждем мы поездки в Орехово-Зуево. Там прям пахнет футболом историей. На самом деле, это странно немножко, но мне от моего дома до Орехово-Зуево ближе, чем до Чертаново. Поэтому для меня это домашний матч. Второй тайм пока без голевых моментов проходит. Чертановцы больше владеют мячом, что естественно для хозяев. Антон Зиньковский, к нему особое внимание, безусловно, приковано. Это Влад убирает мяч от Эктова. Передача направо на Кондакова. Егорушка может сейчас правой навесить очень неплохо, но не в этот раз. Игорь Витальевич Осенькин, главный наставник Чертанова, уже не останавливаясь, что-то подсказывает. Недоволен, но прежде всего пока не реализацией, в том числе и моментов, которые были в первом тайме. Ну минимум четыре. В втором тайме пока, пока Дмитрий Ребров, вратарь Долгопрудного. Его не напрягали очертановцы. Скажем так, создают подходы. Рядом с нами коллега, представляющий Инстат Футбол, знаменитейшее агентство футбольной статистики. Это кот из Орехова Зуева человек. Ну правда, да. Болеешь за знамя труда? Нет. Нет. Да, говорит, да. Уверенная да, говорит он. Ну вот. Ну, Чертанова с мячом. Витюгов. Передача назад. На нашей скамейке, я бы сказал, накаляется атмосфера. Да, так. Ну, более такие громкие, более конкретные советы. Пас вперед. Вот и не попадает. Сорвели в ногу Егору Кундакову. Именно ему предназначалась эта передача. Тяжелый матч. Я вот не зря сказал тяжелый. Я сразу, Максим, чувствую тяжелый матч. Когда нету... Когда... Нет, я ждал не легкого. Я ждал... Чего я ждал? Я ждал тяжелого матча. Ну, действительно. Потому что я понимал, что... Ну, на самом деле тяжело. Мы играли в пятницу, сейчас играем во вторник, да? То есть, минимальное время прошло после предыдущего матча. При том, что у нас примерно тот же состав. Это первое. Второе. Долгопрудный готовился к этому поединку целенаправленно. Очень долго. Пять месяцев. Пять месяцев готовится к Чертанову, Максим Саныч. Это серьезно. Понимаешь? К Чертанову тоже пять месяцев, но в Казанке. Ну, и мы выиграли. Все, задача... Да, и... Да, и... Нет. Долгопрудный просто имеет хорошие шансы выполнить свою задачу. Ну, сыграть хотя бы в ничью. В гостях у лидера зоны центра. Ну, вот Пруцев Данил играет в центр. Это уже Макс Глушенков. Наша ложная девятка. Удар! Выше ворот. Летит мяч. Мне почему-то кажется, знаешь, вот ощущение, да, мы смотрим с тобой много футбола достаточно, много футбола. Мы с тобой знаем, как бывает. Вот мне почему-то кажется, что это у матча будет, как сказать, какой-то ключевой момент. Это не значит, что это будет гол. Возможно, это будет незабитый пенальти. Возможно, это будет незабитый выход, там, один на один, например, да. Но какой-то эпизод, который мы скажем, да, вот здесь все могло решиться, и оно либо решилось, либо не решилось. Вот так вот. Прям вот настолько явно это будет эпизод, что отрицать это будет невозможно. Все может быть игра такая сложно сочиненная, назовем ее так, в которой все может решить действительно один эпизод. Сергей Дерябкин сказал о том, что может быть не забитый пенальти, а может быть это будет какой-то стандарт, например. В таких играх очень важны, безусловно, стандарты. И Рогов, он решился на удар и прямо в руки ломая. Очень сложно было Ване этот удар ликвидировать, но получилось. Дали пробить, дали пробить. В данном случае именно кто? Надо рассуждать, потому что Рогов это правый полузащитник, он сместился в центр. Получается, не пошел за ним правый и наш хавбек. А в данном случае это кто? Это Антон Зиньковский. А где Антон? А Антон сейчас у нас сместился почему-то на правой фланге. Не успели наши ребята перестроиться. С выходом Данилы Пруцева ситуация изменилась следующим образом, что Влад Сарвели, который играл на месте одного из двух нападающих, теперь играет на месте правого полузащитника. А Данил Пруцев на месте атакующего хавбека. Ух, опасно! Экто! И вне игры еще одна замена и чистый, чистейший форвард на поле у нас появляется, уходит Глушенков. Но Макс тоже неплохо сегодня потрудился. Ну и сам Игорь Витальевич Осенькин и мы называем и Глушенкова и Сарвели ложными девятками, потому что они даже в официальных протоколах не значатся как нападающие, хотя играют в нападении. А вот как раз Цыпченко, Цыпченко это наш чистый форвард, который во всех протоколах, программках и тому подобное идет именно как нападающий. Человек, умеющий реализовывать эпизоды и обладающий хорошим чувством этих самых эпизодов, умеющий завершать такой хороший настоящий наконечник копья. Ну и помним мы о том, что именно Дмитрий Цыпченко же забил Долгопрудного в матче первого круга. Определенные проблемы со здоровьем были у Димы по ходу этого межсезонья, пропустил достаточно много матчей, поэтому сейчас вышел на замену. Ну, почти полчаса есть у Дмитрия Цыпченко для того, чтобы себя проявить. В помощь ему и Влад Сарвели, и Антон Зиньковский, и, внимание, Данил Пруцев. Футболист, который очень хорошо в этом межсезоне отработал. Цыпченко, а он опережает Пучкова, и есть только слева Зиньковский. Один в один Антоша может Сираскова обыграть, но передачу делают на Цыпченко, а там 27 номер. Это Илья Миронов, между прочим, центральный полузащитник. Оттянулся назад и подстраховал своих оборонцев. Ну, в данном случае Пучкова, который выдвинулся на Цыпченко и обсчитался. В данном случае угловой будет сам Зиньковский подавать. Хорошая подача от Антоши, но здесь это Дмитрий Прошин, судя по всему. Ну и тут фол. Илья Миронов сейчас, можно даже сказать, спас свою команду. Подстраховал защитников. Илью Миронову мы помним. Помним по матчам за Сатурн из Раменского. Более того, он даже забивал Чертанова в прошлом сезоне, играя за Раменчан. Пока ни одной замены, кстати, не сделал Дмитрий Ефремов. Наставник Сатурна. Ну, тут есть как молодые... Ой, да, Долгопрудного, конечно. Солнце встало. Точнее, вышло. Сергей Владимирович, о чем это говорит? Весна. Весна и физна футбольная. А вот она техника Данила. Данила Пруцова. Кондаков. Не сразу, но с мячом расстался. Данил Пруцов. Это человек, от которого стоит ждать в том числе даже чудес. Ни много, ни малые. Очень быстро работает с мячом Пруцов. А вот здесь Бартасевич. Ошибка от Володи, но подстраховал, естественно, Юрий Горшков. Эстеральный наш полузащитник. 23-й номер. Очень полезный футболист. Редькович. Заброс туда, в сторону Сорвели. Сорвели в окружении двоих футболистов. Тем не менее, умудрился за мяч зацепиться. И вынужденный Долгопруденцы его в аут вывивать. Не дает быстро бросить мяч. Потому что еще одна замена у Чертанова. Это Наиль. Наиль у Мяров меняет Максима Витюгова. Тут замена абсолютно по позиции. Восьмой. Восьмой уходит. 26-й появляется. Но просто заменка связана с тем, что уходит... Точнее, появляется на поле еще и восьмой номер в составе Долгопрудного. А это Денис Большаков. Опытный достаточно футболист. Меняют он... Тут тоже замена по позиции. Уходит 27-й. Это как раз Илья Миронов. А появляется Денис Большаков. Футболист, давно уже играющий на просторах ПФЛ. Предыдущим его клубом было Домодедово. Которое, к сожалению, тоже с профессиональных рельсов сошло. Точнее, в данном случае из Домодедова улетело. Ну, вот лишнее подтверждение того, что российский футбол это в некотором смысле условность. Ну, вот у Чертанова вместо восьмого вышел 26-й номер. А у Долгопрудного вместо восьмого 27-й. Ну, вместо восьмого восьмого. Да, нет, вместо восьмого... И что сделал резервный арбитр? Он показал ему табличку. Вместо восьмого 27-й. Ну, примерно так, да? Ну, как бы, разницы особой нет. Пусть так. На, ну вот сейчас он специально подготовил табличку. Вы что, Наил не вышел еще? Да, вышел в том-то и дело. Ну, вот. Просто табличка была показана одна, что вместо восьмого... Вот, вот. И сейчас табличка, что вместо восьмого 26-го... Она, как бы, отдельная табличка. Да, это уже наша замена. Так и есть. У Чертанова. Тут какая-то прям вот заварушка судейско-футболистская такая, да? У тебя три минуты с пол вообще. Ну, Максим Санчев. Штрафной зарабатывает Чертанова. Прямо, ну, может быть, не по центру ворот, но что-то около этого. До воротов метров... Ну, 30, наверное, нет, да? 28, Андрей Владимирович. Ну, что-то вроде того. Наиль Умяров. Вот этот самый неожиданный, пожалуй, кандидат для удара. Рядом еще наш капитан. Человек с мощным ударом с правой. Александр Солдатенков. Ну, и Антон Зиньковский, который собирается разбегаться, как будто он будет бить с правой ноги. Что наводит на мысль, что бить он не будет. Потому что он-то все-таки правша. Все-таки Наиль Умяров. Итак, Наильчик выше ворот. Выбивает мяч. Ребров в центр поля. Прошин. Прошин играет высоко и далеко. Тут... Оффсайд. А, офсайд, да. Неожиданно достаточно возникает. Здорово наблюдать за тем, что торопятся именно наши ребята. Ничья нас не устраивает в этом матче. Пруцев направо к Кондакову. Кондаков в центр. Умяров. Умяров. Кондаков. Тесновато было потеряли мяч. Ничего страшного. Здесь Юрий Игоршков пытается исправить ситуацию. Пока пропускаем соперника за спину. Двигается к нашим воротам. И отдает передачу направо. Вышедший на замену Большаков. Не было вошедшего. Это Пруцев. Пруцев. Цыпченко справа. По центру сорвели. Сорвел. Это... Ну, это желтая карточка. Откровенная. Желтая карточка. Предупреждение. Да. Предупреждение. Очередная желтая. Пятая, по-моему, уже желтая карточка. И штрафной. Но далеко от ворот. Поэтому Юрий Гошков и мяча. Он не будет отсюда бить. Хотя Юра умеет исполнять штрафные. И даже забивал. Но тут слишком далеко. Поэтому, естественно, Читановцы будут разыгрывать. Движения впереди не так много. По центру Цыпченко. И по краям от него сорвели и Пруцев. Разыгрывает с Бортасевичем. И ура. Бортасевич туда, вперед. Где должен, по идее, быть Цыпченко. Но там только защитник и Долгопрудного. Здесь Укомский. Но не зацепился за мяч. И в итоге самым активным оказался Пруцев. Предлагает подниматься Артур Федоров. Арбитр из Петрозаводска. И неплохая передача в сторону Эктова. Но того обезмячивает Егор Кондаков. Ну и Ваня Ломаев мяч выбивает. Который, более того, не уходит. И зацепился за него Данил Пруцев. Навязал борьбу, но не в рамках правил. Штрафной будут исполнять футболисты в синей форме. Ну, играть-то еще достаточно много. По меркам футбола, тем более, да? 20 минут. За 20 минут можно забить 5. Пропустить 4. Счет 5-4 нас устроит сегодня. Почему нет? Василий Пинчук. Левый защитник у мяча. Туда вперед, но не идет туда, например, Пучков. И подача не самая удачная получилась. До нее даже быстроногий Рогов. Девятый номер. Один из лучших бомбардиров. Вообще в истории Долгопрудного не добрался. А вот бросили чертановцы. Не слишком удачно. Здесь Наиль на подхвате. Пруцев. Ну, активно включился. Данил в игру. Правда, сейчас это был не он. Это был Горшков. Это была не передача. Но, тем не менее, дошла она до Сарвели. А вот это ошибка Влада Эктов. Но против него трое. Разобрался первым здесь на мяче Егор Комдаков. Снова Егор мяч получает. Небольшая суета. Непонятно, кому была передача Сарвели и Пруцева. Тем не менее, это Антон Зиньковский. Он оказался слева фланга. Перешел на правый. Запутав таким образом. Это Зидан Цыпченко. Это Пруцев. Пяточка. Это Наиль. И его подача прямо футболист Долгопрудного. Юра бить не будет. А вот Антоша может. Фолл очередной. Тринитатский. У него желтые есть на минуточку. Отсюда можно и пробить, по идее. Игорь Витальевич предлагает, наставник нашей команды, предлагает арбитру быстрее вести игру. Потому что сейчас, ну ладно, Горшков с Зиньковским там устроили совещание, кому бить. Но там рядом с мячом еще стояли три футболиста в синей форме, которые просто мешали быстро это делать. А ведь это время. Время для того, чтобы футболистов отвезти, на 9 метров поставить. Это еще баллончика нет с пеной, который бы... А вот сейчас двигается уже чуть ли не на полметра. Уже не 9 метров, а 8 с половиной. Антоша Зиньковский на этот факт указывает Артуру Федорову. Вроде бы все встали. Разбег, удар от Антона. Прямо в руки Дмитрию Реброву. По-прежнему 0-0. Играть еще раз повторимся. Время есть. Время есть. Долгопрудница не мудрствует лукавого. Просто туда вперед забрасывают. Там зацепился Укомский. Был на подхвате Эктов. Ошиблись еще и Чертановцы. Здесь Кондаков. Хорошо. Это Пруцев. Снова его техника. Но на сей раз она сработала на Долгопрудный. Вышел на замену 8 номер. Большаков. Опытный футболист. Снова он с мячом. Но отдавать приходится только назад. На Реброва. Ребров сухой пока сегодня. Пинчук. Скидка. Побороться, побороться здесь. Два наших молодых футболиста 2000 года появились на поле. Наилюмера в центре. И приблизительно так же в центре действует Данил Бруцев. Но он действует на всем фронте атаки. А вот он Наил. Его техника и его передача неплохая. Антон. Двоих прошел. Третьего прошел. Себе еще Цыпа. Ну забивайте его. Ну-ка. Что сейчас произошло? Почему в пустые ворота Цыпченко не попал? Сергей Владимирович Дерябкин присоединился к нашей трансляции. Сейчас проанализирует этот момент. Не попал. Ну острый угол динамичный. Ну блин. Очень-очень обидно. Разыграю. Ну это наверное самый острый момент. Нет. Может быть в первом тайме. Когда Глушенков бил головой. Тоже надо было забивать. Можно было забивать. Точнее так. Глушенков один-один практически выходил. Бил ногой. Это вот сейчас или когда? Нет. В первом тайме тоже. Ну да. Ну тут в общем конечно уже хотелось гола. Да. Тем более что играть-то осталось. Ну чего там. 10 минут. Ну максимум. Да. 15. Ох. Да. Ждем следующих эпизодов. В первом тайме если вы помните. Именно ближе к концу мы начали создавать моменты. Можно даже сказать такую фразу. Один за одним. Вот. Сейчас хотелось бы чего-то подобное. Ну если мы свежее. Да. Если вдруг мы лучше готовы физически. Как более молодая команда. То именно в самом конце матча это преимущество может выливаться. Да. Но вот как раз. Да. С другой стороны чувства это. Может быть игроки. Да. Тренеры Долгопрудного делают двойную замену. Появляются на поле сразу два футболиста. Знаменитый Диего Малания. И Рамиль Зарипов. Да. Диего Малания. Ну это просто легендов. Да. Сейчас Максим Александрович расскажет. И кроме того выходит кто? Рамиль Зарипов. Рамиль Зарипов. А уходят? На Машин. Центральной защиты. Да. Прошин. Кстати вот это интересно. Любопытно. Неожиданно. И. И. Укомский. И Укомский. Ну давай расскажи про Диего. Про Диего Маланию. Диего Малания на самом деле. Тем более раз уж речь зашла про Орехова Зуева. Уроженец Орехова Зуева. Знаменитый. Он именно там начинал. В этой школе. Там играл долго за знамя труда. Диего Малания. Выступал за эту команду. Потом. Играл сезона три. За Долгопрудный. Причем играл очень великолепно. Местами забивал. А последние. Будем говорить полтора сезона. Диего Малания выступал не где-нибудь. А в ФНЛ. ФНЛ. Играл за команду Химки. Был там основным игроком. Правда играл не на месте полузащитника. Как Диего умеет. А на месте одного из защитников. Но был основным абсолютно игроком. Но этой зимой в Химки пришел Юрий Красножан. И устроил небольшую перестройку. В которую, к сожалению, для Диего он не вписался. И он вынужден был Химки покинуть. Точно не знаем. В аренду ушел сюда в Долгопрудный. Вернулся точнее. Или разорвал контракт с Химками. Не суть. Это важно. Выступал Диего Малания полтора сезона в ФНЛ. Причем имел очень серьезную игровую практику. ФНЛ это все-таки не ПФЛ. Правильно? Правильно. Там все очень и очень серьезно. Куда? Обе команды, участвующие в этом матче, стремятся. Ну а как? Долгопрудный вообще на минуточку. В двух предыдущих сезонах был кем? Серебряным призером. Дважды подряд. Опасно на выносе здесь Горшков. Зацепился за мяч. Цыпченко быстро разыгрывает. Мяч не катился, поэтому разрешил сделать это Артур Федоров. Передача от Пруцова. Неплохая на Антона. Антон бросает снова вперед Дмитрия Цыпченко. Борется он и падает. Предлагает подниматься ему Артур Федоров. А Долгопрудницы уже не мудрство и лукао. Просто мяч в аут выбивает. Ну нарастает постепенно давление. Антон должен брать игру на себя. Естественно. Как он умеет, как может. Какой момент, да, создал он для Цыпы. Для Цыпы. Острый угол был, безусловно. Но ворота-то пустые. Ворота пустые. Действительно, самый опасный. Ну был защитник. Защитник не вратарь. Очень опасно было. Но 0-0 по-прежнему. Солнце вышло и ушло. Так же, как и весна в Москве. Много замен уже тренеры произвели. Причем наставник Дмитрий Ефремов. Новый наставник Долгопрудного. Приберег их практически на концовку. Угловой. А это стандарт. А это опасно. А это значит, что не будут торопиться Долгопрудницы. Во-первых. А во-вторых, туда пошли и Диего Малания. 20-й номер. Опытный футболист. И, конечно, Сергей Пучков. 13-й номер. Можно не называть номер Сергея Пучкова. Потому что он выше всех на... Две головы. Так, мы слушаем. Оказывается, нужно открыться Большакову. А чтобы Рогов вышел на ударную позицию. Но это мы все слышим. Все слышим. Мы прямо над скамеечкой Долгопрудного находятся. Итак. Оказывается, главным в этих всех сейчас тактических хитросплетениях является Рогов. А не Пучков. Давайте посмотрим. Ну, Рогов это все-таки один из лучших бомбардиров клуба. Причем не первый сезон. Алексей Рогов является одним из лучших бомбардиров. Итак, на вес. Ламо Ив. Ну, Иван. Все-таки это основной вратарь юношеской сборной России. 99-го года рождения. На выходах играет хорошо. Как нет такой сборной? Есть такая сборная? Сейчас там 99-го уже нет. Уже нет 99-го? Ну, значит, будем говорить кандидат в молодежную сборную России. Таковых здесь много. Еще один на вес. Кондаков сегодня грамотно играет. Пруция в первом на мяче не окажется. Это что? Это передача от Дмитрия Пахомова. Прямо в руки Ивану Ломаеву. Ваня на Егора. Ну, и кто здесь? Здесь Пруц. Пруц умеет что-нибудь придумать. Наиль в касание, но Сорвели к этому мячу не успел. Ну, и не самая удачная получилась передача у Наиля. Теперь приходится у Мярову прессинговать Алексея Рогова. Ну, и вот таких передач мы уже видели во втором тайме немало. Когда, находясь в центре поля, долгопрудницы отдают мяч назад Дмитрию Реброву. Говорит ли это о том, что долгопрудный согласен на ничью, например? Конечно. Говорит? Нет, я уверен в том, что долгопрудный согласен на ничью. Прежде всего, это гостевой матч против лидера, почему нет? Другое дело, что все мы с вами, болельщики Чертанова, должны сейчас попробовать и за счет каких-то совместных усилий придумать. То есть, придумать атаку Чертанова, результативную. Времени не так много, порядка пяти минут еще играть. Ну, плюс еще добавленное время. Ну, совсем мало осталось, совсем мало осталось, да? Для счета 0-0. Мы должны все свои силы прямо вот туда. Ну, я просто сам в теннис играл в детстве. И у меня мама, когда приходил за меня болеть, она всегда ставила сопернику черную стену. Она говорила, ты не можешь перебить мяч через сетку. Каждый твой удар идет в аут. Ну, вот что-то подобное мы сейчас все вместе должны противопоставить Долгопрудному. Вот, смотрите, Сорвели получает мяч, заброс вперед на, получается, Умярова. А вот, а вот, а вот, из хорошей, а вот и Горшков бьет из-за штрафной. Но тут уже забирает мяч Ребров. А вот позиция у Цыпченко была наиболее перспективной для того, чтобы забить. Но он попал в защитника. Это ни в коем случае не считается, что Дмитрий из выгодной ситуации не забил. Нет, там, конечно, все было непонятно. И он просто попал в защитника. Подача в нашу штрафную. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полдотенков и тут Долгопрудный пробует выйти на дрампель. Не получается. Умяров сразу вперед. Цыпа. Цыпа и Зина. Падает речайший случай. Сергей Пучков оказывается на газоне. Ну и с центра поля. Что будет? Подача или розыгрыш может быть? Скорее второе похоже. Передача налево. И здесь Кондаков. Тут долгая суета. Судя по всему, будет около углового флажка. От кого ушел мяч? Угловой. Угловой удар. Ну, это опасно. Ну, это опасно, естественно. Поэтому снова будут дожидаться, пока Сергей придет туда Пучков. В чужую штрафную. Туда идет и Маланя. Туда идет и Василий Пинчук. В общем, все защитники туда отправляются. А остаются в центре поля лишь Александр Эктов. Которого легко определить по красной прическе. От рождения данной Эктову. Итак, смотрим. Опасно оно здесь. Был Цыпченко. Цыпченко вышел. Создал два момента. Точнее, имел два момента. Это Антон бросает вперед Сорвели. Сорвели в скорости опередит. Ну, это же фол или нет? Продолжается эпизод. Дает его продолжить Артур Федоров. Это Горшков. Ну, там очень серьезные были единоборства. Пытался как-то выцарапать мяч Юра. Не получилось. Едва, едва. Влад Сорвели не убежал от двадцатого номера от Диего Малании. Малания посвежее. Естественно, он появился на поле совсем недавно. А Сорвели играет самых первых минут. Антон. Антон уже непонятно где играет. Он уже и справа, и слева, и впереди, и сзади. Еще один фолл Тринитацкий. У Тринитацкого есть желтая карточка, между прочим. Ну, последние два фола от Тринитацкого остались... Ну, они были на самом деле не такими грубыми. Не то, чтобы я призываю удалять Тринитацкого. Нет. Игровые моменты, естественно. Игровые моменты. Просто мы помним, что у Тринитацкого есть желтая. Итак, наши защитники тоже пошли вперед. И Рядькович, и Солдатенков, и Братасевич, и Кондаков даже. Кстати, все четверо защитников Чертанова в чужой штрафной. Вабанк практически пошли. Антон! Вон удар от Влада. Выше ворот. Сорвели же бил, да? Рядькович бил. Хорошо, Рядькович. Ребров. Он же не торопится. Один из самых молодых футболистов в составе Долгопрудного 98-го года рождения. Вратарь. У Чертанова на воротах вратарь 99-го года. Зацепился за мяч. Рогов, по-моему, это был он. Он и здесь фол. Фол от Пинчука. На Пруции Данила пытается что-то придумать. Очень быстро работает с мячом. Здесь главное Рядьковичу ничего не придумывать. Назад на Ламая. Солдатенков. Ждем длинной хорошей передачи, которой обладает Солдатенков. А у нас что? Горшков теперь левый защитник, а Бартасевич потерял Бартасевич. А Бартасевич здесь. Просто Бартасевич теперь на месте чуть ли не левого ховбека. А Антон просто непонятно где теперь действует Зиньковский. Он реально в каждом эпизоде оказывается на любом участке поля. И слева, и справа, и в центре. Горшков попробует Юра пробить. Но смотрелось со стороны опасно. Но на самом деле Дмитрий Ребров видел, что мяч идет мимо. Еще одна замена. Но она уже такая тактического плана. Покидает поле. Покидает поле. 22 номер Дмитрий Пахомов. Один из центральных защитников. И появляется Денис Прокопенко. Денис Прокопенко. Футболист, который давно уже в Долгопрудном играет относительно. Так, но остается играть еще минут пять. Плюс что-то Петрозаводчанин Федоров обязательно добавит. Точнее две с половиной остается играть. Плюс добавленное. Ну, в общем, пять минут вкупе. Концовка. Очень многое решится в концовке. Мы с моим коллегой Сергеем Дерябкиным ждали какого-то эпизода. Ну, пожалуй, на роль этого эпизода может претендовать тот момент Сыпченко. Нет? Да, конечно. Ну, да. В тот момент Сыпченко, когда вроде бы ты обыграл вратаря и почти забил. Но, с другой стороны, мы понимаем, что тяжелый матч. Да, этот матч все-таки... Мне вообще все это напоминает, Максим Саныч. Если твоя память готова к этому. Давай вспомним то, что было в зоне центра. Ну, вот примерно то же самое. Вот команда, которая тебя превосходит физически. Да, вот мы три сезона за этим наблюдали. Было тяжело. Ну, реально тяжело не то, что наблюдать за этим, а именно тяжело играть нашим ребятам. Потому что мы вроде бы и играли, да, в футбол. Может быть, даже в большей степени, чем соперники. Но создавать моменты не всегда получалось. Так, ну... Как ты сказал, Антон? Да, ну, Максим Саныч как бы в своем репертуаре, как всегда. Ну, тяжело играть. Ну, матч... Почему-то сразу стало понятно, что матч тяжелый. Да, вот сейчас выходит Дима Молчана. Выходит уже в добавленное время. Замена на удачу, я бы так сказал. Да, без всяких там комментариев. Дмитрий Молчанов, человек, который может забить мяч из любой ситуации. Человек, обладающий инстинктом убийцы. Да, инстинктом... Человек, который может выйти на позицию и пробить по воротам. Давайте посмотрим, что у него получится. Мне нравится, как наш босс, директор, говорит о Дмитрии Молчанове, что его голы все, все практически лигочемпионские. Ну, так и есть, потому что он иногда забивает в касание очень красивые, приятные голы. Вот именно на скорости или подставляя ногу. Три минуты добавлено. Еще одна замена тактического плана готовится в составе Долгопрудного. Так, Тринитаски. 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 Продолжение следует...